Я с вами уже старался сегодня познакомиться, могу успелить всеми представиться. Я тоже инвестор в SkyWay и не простой инвестор. Я создал структуру, 450 человек, скоро 500 будет. Придел уже SkyWay в ваши 150 тысяч долларов для помощи нашего проекта. Я перед уходом в пенсию руководил авиационным институтом в Риге. Так что я из авиации. Я задаю два вопроса. Первый вопрос. Поскольку ваш скоростной поезд будет двигаться на 500 км в час, как вы говорите, я уже живу в этом поезде. И вам вопрос. Как вы обеспечите мою безопасность против птиц первой? Встреча птиц с этим вашим поездом на 500 км в час. А второй вопрос. Тоже по безопасности. Как вы уже представляете сегодняшний мир, где существуют эти самозарванцы, которые взрывают себя? Как вы будете защищать этот свой поезд от тех людей, которые там могут зайти с этими шахидными поясами и взорвать этот поезд? Вот как вы предусматриваете защиту против этого вопроса? Спасибо. Ну, взорвать можно все, вы это должны понимать, да? Поэтому юнибус тоже, конечно, надо взорвать и постараться. Но самолет можно сбить из загадки. Вы это тоже знаете. Да, и даже птица сбивает самолет, попав в турбину. Ну, если она попадет в юнибус, ну, жалко птичку. Конечно, да? Что подняло. Лобовое стекло будет бронировано. Причем она более обтекаемая, чем у самолета. И птичек не будет сильно жалко, потому что это будет очень редко. Дело в том, что мы будем двигаться на высоте, где птички мало летают. А вот я расскажу случай, когда моя сестра здесь присутствует, она в Казахстане, мама еще жива там, тоже живет. Ну, в Никольском, это же Сазанской области. И однажды я, можно сказать, здорово, решил поехать на машине вот туда, в Казахстан, из Москвы. Ну, это было больше 10 лет назад. Ехали по Казахстану, стати, вроде федеральная трасса, а там колдобины по полметри. Вообще не понятно. Мне сватали, ну, это было 10 лет назад. И вот, когда мы ехали с Караганды до Джасказгана, там километров 500, и уже вечерело, я смотрю, в радиатор машине птички. Я начал считать. Одна птичка, вторая птичка, третья, на 50 я перестал считать. Это вот на такой высоте. Они летают низко, там где комарики, да, и питаются. Они летают на среде 10 метров, они на такой высоте метров. А потом, когда стемнело, я смотрю, что там. Какие-то блестит там что-то, да. А потом, оказывается, я торгозал тушканчиков. И я смотрю, один тушканчик под колесом. Второй. Я стал считать. До 50 досчитал и перестал считать. Мы ехали с сотрудой вдвоем, надо тоже подтвердить. Поэтому гибнут под колесами, и вот на этой высоте. А другие птицы летают высоко в небе, журавли и прочее. Там, где самолеты. А мы двигаемся на другой высоте. Поэтому, даже с этой точки зрения, у нас высота оптимальна. Мы тоже будем прокладывать с учетом миграции животных и птиц. Поэтому вопрос решаемый. И причем решаем легче, чем в других видах транспорта. По поводу шахидов. Ну, вы знаете, я не слышал, чтобы хоть этот шахид взорвал такси. Вот я слышал, что самолеты взрывают, аэропорты взрывают. А у нас маленькая машина. Она неинтересна для террористов. Понимаете? Она неинтересна для... И они хотят как можно больше человеческой жизни с собой взять. А здесь несколько человек едет. Это неинтересно. Поэтому, нет, эта цель неинтересна, на самом деле, для них. Это одно. А второе, у нас система безопасности автоматизирована. И у нас, естественно, будут чертуальные системы, которые будут мониторить пассажиров на станциях. В том числе их поведение. Те же террористы, они по-другому себя ведут. И их можно отмониторить. И тут же можно, там, в интерпол или в другие, там, системы, да, обтереть. Если кто-то под подозрением... Нет, на самом деле, тут ничего смешного нет. Это дело воно опознать, просто не пустить через штабники. Понимаете? Поэтому эти системы безопасности, безусловно, будут, и они нужны. И опять же, у нас это легче решаемо, чем у таких транспортных систем.